Норильские новости Норильские новости В Норильске открылись 69 избирательных участков. При этом приняты беспрецедентные меры безопасности. Организация круглосуточного видеонаблюдения, работа наблюдателей и экспертов на всех участках, опечатывание участков после закрытия. Наблюдатели за процессом, общественники, представители политических партий и юристы. С самого утра Норильчане приходили, чтобы отдать свой голос за выбранного кандидата. В нашем городе проголосовал и спикер регионального парламента Дмитрий Сверидов. Самым главным смыслом любых выборов является определение воли народа, которое является основным источником власти. Именно сегодня у нас очень важный день в нашей стране, в нашем крае, в городе, поскольку мы сегодня определяем, по сути, будущее, формируя представительные органы власти. И федерального уровня, и регионального уровня. Председатель комиссии по городскому хозяйству Роман Сербин пришел исполнить свой гражданский долг вместе с супругой. Конечно же, осведомился об обстановке на избирательном участке. Несмотря на то, что он сменил адрес места жительства совсем недавно, его имя уже внесено в список избирателей. Это не обязанность, но это право. И если жители нашей страны, жители города желают, чтобы страна развивалась динамично, чтобы в ней было хорошо жить, они, безусловно, должны этим правом воспользоваться. Потому что не выберешь ты, выберут за тебя. Председатель городского совета Александр Пестряков также одним из первых пришел отдать свой голос. Он отметил, что уже второй раз выборы проходят в три дня, что очень облегчает гражданам задачу найти время и принять участие в голосовании. Норильчанам хочу, пожелать, сделать правильный выбор, чтобы, когда посчитаются голоса, Норильск победил. Ольга Ерохина, Евгений Журнов, Владислав Моисеев. Норильские новости. Проголосовать на выборах могут и те, кто находится дома, на больничном или на самоизоляции. Для этого необходимо до 14 часов 19 сентября позвонить в участковую избирательную комиссию по месту жительства. Телефоны избирательных комиссий указаны на официальном сайте Центризбиркома. Такой возможностью воспользовался и глава Норильска, который в эти дни находится на самоизоляции. Дмитрий Карасев записал видеообращение к горожанам. Добрый день, дорогие норильчане. Обращаюсь к вам сегодня в таком нестандартном формате, потому как нахожусь дома, на самоизоляции. Но, несмотря на это, считаю, что для нашего города сегодня наступил очень важный день. Сегодня стартовали трехдневные выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и депутатов Законодательного Собрания Красноярского края. К этим выборам мы с вами готовились на протяжении многих недель. И сегодня в Норильске развернуто 69 избирательных участков. Традиционно они располагаются в общеобразовательных учреждениях, школах. И один избирательный участок в этом году мы развернули в Норильской городской больнице номер один, в живом образовании Аганер, для того, чтобы норильчане, которые даже находятся на лечении, смогли исполнить свой гражданский долг. На всех избирательных участках будут соблюдаться условия безопасности, в социальной дистанции, будут выдаваться маски, перчатки, работать санитайзеры, а также выдаваться одноразовые ручки. Я в своей жизни не пропустил ни одни выборы. Я участвовал в выборах президента Российской Федерации, участвовал в выборах губернатора Красноярского края, депутатов Норильского городского совета. И сегодня я также исполнил свой гражданский долг, проявил свою активную позицию, проголосовал за депутатов от города Норильска. Я проголосовал за развитие Норильска, за программу 2035. Дорогие норильчане, я также призываю вас проявить свою активную позицию и поддержать город Норильск. Я желаю вам крепкого здоровья, я желаю вам семейного благополучия и всего-всего самого хорошего. Важность выборов подчеркивают представители и Норильской администрации, и градообразующего предприятия. Старший вице-президент Норникеля, руководитель Норильского дивизиона компании, свой гражданский долг выполнил в школе номер один. В первой школе расположено сразу два избирательных участка – 597-й и 596-й. Процесс проходит при соблюдении всех противовирусных мер. На нашем участке зарегистрировано порядка 1400 избирателей. Все члены УИК оснащены всеми средствами индивидуальной защиты, обработка столов каждые два часа, и также обработка полов проходит каждые три часа. Николай Уткин уверен – голос каждого важен особенно сейчас, когда в Норильске стартовала программа комплексного социально-экономического развития до 2035 года. Для ее успешной реализации необходима работа чиновников всех уровней власти в тесной связке. Очень важно, чтобы депутаты, которые изберутся, также активно включались в реализацию этой большой, огромной, беспрецедентной программы. Я побоюсь этого слова о масштабах всей страны. Для многих горожан прийти на участок – это проявление сознательности и надежды на светлое будущее любимого города. Я родилась в городе Норильске. Мне бы хотелось, чтобы мой город рос, развивался, изменилось у нас жилищно-коммунальное хозяйство, чтобы строилось у нас дома, чтобы у нас были поликлиники, чтобы у нас уважали педагогов и врачей. Надежда Балдакова, Александр Вори, Норильские новости. На Таймыре построят оптово-распределительный центр для обеспечения северям продуктами. Совещание по вопросам создания транспортно-логистического центра на территории Таймырского долга на Ненецкого муниципального района и города Норильска прошло с участием депутатов законодательного собрания, представителей Министерства сельского хозяйства края, глав Норильска и Таймыра, региональных сельхозтоваропроизводителей и норникеля. Сезонное подорожание продуктов питания и регулярно возникающие проблемы с доступностью овощей – одна из самых насущных проблем местных жителей. Сегодня сложились условия, способствующие реализации идеи создания оптово-распределительного центра. К примеру, с 2019 года действует региональный оптово-распределительный центр «Агротерминал», опыт создания которого поможет организовать продовольственную логистику на Таймыре. С учетом наполненного взаимопыта пообщаться сейчас за этим кругом и снова обсудить идею, которая уже существует в местных коллег создания логистического центра на северных территориях, но речь идет о территории Кременского муниципального района, на Кременке, непосредственно, для того, чтобы надежно обеспечить продовольствие населенные пункты северных территорий, в том числе и в Уголе. Обсуждается и перспектива создания мощностей по переработке и хранению северной продукции. Оленины, рыбы и дикоросов, в свою очередь, законодатели готовы поддерживать сельхозтоваропроизводители, в том числе и предоставлять компенсации на строительство складских помещений и транспортную логистику. Понятно, что большинство грузов и в целом товарооборота пополняется за счет перевозок северным путем, в период, когда там ходит ледокольный флот и безовидовый период. Порядка 73% товаров завозится именно по северному пути. Около 23% товаров завозится в перевозку речной навигации по Енисеям. И 2,5%, но чуть меньше, чем 1,5% это то, что везет туда авиации. В прошлом году депутаты приняли закон о господдержке сбыта продукции краевых аграрий. Сейчас Министерство сельского хозяйства края и профильный комитет законодательного собрания работают над корректировками данного закона, необходимыми в том числе и для решения продовольственных проблем северян. Вижу как выход только принятие таких поправок и действительно выделение средств из краевого бюджета для того, чтобы доставлять это на севера. Своим видением этой ситуации поделились и представители севера. Так, глава Таймыра Евгений Вершинин считает, что создание такого центра помогло бы сделать цены на овощи и другие товары доступнее. Сейчас цены на север и края в 2-3 раза выше, чем в Красноярске. Глава Норильска Дмитрий Карасев обратил внимание участников совещания на то, что северный грузопоток стремительно растет, в том числе в связи с реновацией Норильска. Участники совещания подготовят предложения по созданию оптово-распределительного центра и направят их в адрес Министерства сельского хозяйства для дальнейшей работы совместно с депутатами краевого парламента. Направив все наши усилия на решение этого вопроса, я думаю, что мы сможем снять эти проблемные темы в ближайшем будущем. Ольга Ерохина, Норильские новости. Ремонтные работы на социальных объектах будут выполнены не в полном объеме. Финансирование муниципальной программы поддержания сохранности действующих и строительства новых социальных объектов предлагается уменьшить более чем на 350 миллионов рублей. Из-за несостоявшихся конкурсных процедур не будут проведены различные виды ремонтных работ на общую сумму 56,6 миллиона рублей. Они были запланированы в ряде учреждений, в том числе в кинотеатре «Родина», в культурно-досуговом центре имени Высоцкого, одной школе и нескольких спортивных учреждениях. Еще по двум объектам подвели подрядчики. Не приступили к работам по ремонту детского сада номер 73 «Веселые человечки», а также к ремонту и асфальтировке прилегающей территории КДЦ «Юбилейный». Вынужденная экономия бюджетных средств составила около 29,5 миллиона рублей. Около 50 миллионов предусмотренных на реконструкцию здания по улице Ленинградская, 7А, исключаются из программы, поскольку не получено разрешение на выполнение строительно-монтажных работ. Почти 13 миллионов рублей снимаются с объекта реконструкции жилого дома по улице Богдана Хмельницкого, 14. Как сообщалось, принято решение о демонтаже этого здания и строительстве на его месте нового жилого дома. Внешне такого же, но соответствующего всем современным требованиям. По итогам корректировки общий объем финансирования муниципальной программы поддержания сохранности действующих и строительства новых социальных объектов составит около 700 миллионов рублей. Окончательное решение по этому вопросу депутаты примут на ближайшей сессии. Наламу за один день. О том, что в Норильске и на Таймыре нужно развивать туризм, в последнее время говорят часто. Местные краеведы решили не толочь воду в одном из красивейших озер плато Путорана и заручившись поддержкой грантовой программы Ростуризма разработали 8 маршрутов разной продолжительности, сложности и ценовой политики. Журналистам краеведы представили два варианта отдыха. Людмила Кожевникова подробнее о том, что это за маршруты, какова их стоимость и когда норильчане смогут выезжать на берег жемчужин легендарного плато. Желанное, но практически недоступное. Так среднестатистически норильчанин представляет себе озеро Лама. Как показала практика, чаще иногородние наши туристы, гости бывают на наших с вами замечательных озерах, а норильчане, как правило, зачастую, прожив здесь всю жизнь, так ни разу и не побывали. Именно поэтому у нас был один основной главный принцип – это разработка однодневных экскурсий на озеро Лама и на озеро Глубокое. Раньше для поездки на Ламу нужно было закладывать несколько дней. До озера добирались на тихоходных катерах или моторных лодках, а это 4-5 часов в одну сторону. Сегодня акваторию реки Норильской все чаще бороздят суда на воздушной подушке. Их-то и выбрали разработчики новых маршрутов. Они доставят до фьордовых озер всего за пару часов. Захотели остановочку – заранее предупредили. У нас будет одна санитарная остановка предусмотрена, все остальные – по вашему желанию. Но прошу заранее предупредить, потому что не везде можно остановиться. Есть вопросы? Все замечательно. Такая экскурсия рассчитана на 10-11 часов. Первой остановкой будет полуостров Каменный, где находится памятник деревянной архитектуры – дом отдыха Лама. Там краеведы расскажут историю его строительства силами заключенных Неверлага, как организовывался досуг в довоенные и послевоенные годы, а также про рядом находящиеся горы Елена и Павел. После можно будет заглянуть в усадьбу Жар-птица, где установлен чум, а представители коренных малочисленных народов Севера рассказывают о своих традициях, почуют национальными блюдами и проводят мастер-классы. Совершают однодневную историю на Ламе, конечно же, водопады. Это место – водопад на реке Нералах. Прямо скажу, я считаю, что это самый красивый водопад из наиболее доступных. Конечно, есть более красивые водопады, но до них либо надо очень долго напрягаться и идти в горы, либо лететь на вертолете. А вот так, чтобы приплыть на кораблике, пройти достаточно комфортным участком леса Тундры и оказаться рядом с такой красотой, на мой взгляд, другого такого водопада на нашей территории нет. Для тех, кто хочет задержаться на Больших Норильских озерах, краеведы предлагают двухдневный тур с ночевкой в Альпхижинах заповедников Таймыра. Основная изюминка, конечно, вот в этих окнах, которые обращены как раз вот на зеркало озера. И, конечно, не столько само озеро, хотя это тоже прекрасный вид, сколько сюрприз под названием «Северное сияние». А с этой точки обзора, если повезет, то можно наблюдать просто волшебное феерическое действие, которое все мы знаем как «Полярное северное сияние», и можно при этом не выходя совершенно из избушки. Здесь же недалеко находится относительно новая достопримечательность. Этот памятный крест установили в 2017 году в память о первооткрывателях. Это была вот такая практика установки их по берегам рек, особенно Северного Ледовитого океана. Русские следователи, поморы, промышленники, уходя в дальние плавания, особенно вот по Северному Ледовитому океану, ставили обетный крест Богу, и на этом кресте обещали вернуться, вернуться из дальнего и сложного плавания. Кроме того, обетные кресты служили отличной навигацией. Вот и сейчас по нему можно сориентироваться и направиться из бухты Урванцева к реке Бучарама, где как раз и находится изба выдающегося исследователя Арктики, человека, составившего карту Таймыра, с чем именем связано рождение Норильска. Эта избушка, как мы понимаем, находится здесь давно, и окрестные рыбаки, те люди, которые здесь находились в 60-е, 70-е годы, это место называли баней. Ну, баней это место называли и мы, потому что в конце 80-х годов мы тогда еще не занимались историей, так, так сказать, внимательно, как нынче. Но после того, как мы начали работать в архивах, какие-то факты сверять, в одном из документов Томского областного архива нам попалось письменное свидетельство, написанное рукой Николая Николаевича Урванцева, в одном из, скажем так, каких-то отчетов, где было написано примерно дословно следующее. Напротив Бучарама я поставил избу. Пока этот факт зафиксирован только на памятной табличке, но краеведы планируют вновь поднять документы, чтобы в будущем придать историчность этой избе. Вот тоже такой симпатичный циолитик, они называются. Вот такие продольные полосочки, это циолитики тоже такие. Прогуливаясь по плато Путорана, можно почувствовать себя и геологом, изучая породы наших древних гор. Или просто любоваться красотами северной природы и, конечно же, падающей водой. Ведь не зря эту землю называют страной тысяч водопадов. Этот водопад такой таинственный, потаенный. Он находится в закрытом ущелье, но его очень легко вычислить по Курумнику. Водопады всегда оставляют след в виде каменных рек, по которым по весне выходят их огромные весенние и вешние воды. Всего с помощью грантовой программы Ростуризма клуб исследователей Таймыра разработал восемь маршрутов. Полностью маршруты должны заработать уже летом следующего года. Разработчики надеются, что каждый норильчанин найдет для себя поездку по вкусу. И лама перестанет быть для большинства горожан террой инкогнито. Людмила Кожевникова, Владислав Моисеев, Норильские новости. И к этому моменту у нас все. Следите за нашими новостями на сайте norilsk.tv. В студии была Анастасия Сидорова. Всего вам доброго. Субтитры подогнал «Симон»! Вакцинация сделает нас сильнее.